Киновселенную DC в последний год просто разрывает очереды нескончаемых провалов. Да, и это не для красного словца, ведь в самом деле все без исключения последние фильмы, выпущенные студией, оказались провальными. И вот в свете такой удручающей ситуации, Aquaman 2 вроде как должен выглядеть последним лучиком надежды для бигбоссов, но и тут у них колоссальные проблемы. Чего только стоит тот факт, что данный фильм претерпел три сета пересъемок, его бюджет перерасходован чуть ли не в разы, до выхода остается менее полугода, а работа до сих пор еще не окончена. Так что, Затерянное Королевство тоже станет катастрофой, таким образом, так сказать, ознаменовав завершение десятилетней эпохи DC. Всем привет, с вами ЮТУ и мы начинаем. Да, в самом деле не будет преувеличением, если сказать, что на протяжении последнего года киновселенная DC это настоящий грандиозный провал, как минимум с точки зрения ее финансовых показателей. Считаем вместе. Черный Адам с Дуэном Джонсоном провалился, стоя в студии минимум 100 миллионов долларов убытков. Второй Шазам стал еще большей катастрофой, продемонстрировав просто какие-то ничтожные сборы. Ну а новый Флэш уже сейчас называют самым крупным финансовым провалом этого года, причем не для студии DC, а вообще в Голливуде. Что при этом остается у DC-шников, Синий Жук, о котором вообще мало кто знает и который, скорее всего, вызовет интерес публики, равный плюс-минус нулю. Ну и, собственно, Аквамен 2. Именно этот фильм завершает собой десятилетнюю веху, начатую некогда Заком Снайдером и продолженную после него уже совсем другими людьми. И, судя по всему, именно на Затерянное Королевство биг-боссы до сих пор возлагают надежды. Как минимум, судя по тому, как они борются за это кино. Смотрите сами. Затерянное Королевство это очень и очень дорогая постановка. Фильм получил зеленый свет с бюджетом в 205 миллионов долларов и начал производство еще во время ковида, что гораздо усложняло съемочный процесс. Основная работа над Затерянным Королевством была завершена к лету 2022 года. Тогда же внутри Ворнеров и DC начались серьезные кадровые перестановки ввиду слияния в Эбодискавери. Как следствие, принимать решение начали уже совсем другие люди, а фильм отправился на первый сет своих досъемок и пересъемок. Более того, позже стало известно, что с лета 2022 по начало 2023 года Аквамен 2 прошел два раунда пересъемок и провел несколько ужасных тестовых показов. О них мы как-то уже говорили отдельно, что там все было настолько плохо, что новый босс в Эбодискавери, Давид Заслав, пришел то ли в ужас, то ли в ярость. Ведь мы понимаем, что 205 миллионов это тот бюджет, что был выделен для Аквамена 2 изначально и что каждый этап пересъемок или досъемок это еще многие и многие миллионы баксов. После чего вдруг тестовый показ демонстрирует, что зрители наотрез не хотят смотреть все то, что в этом наснимали. В итоге в феврале и апреле уже этого 2023 года состоялись дополнительные тестовые показы фильма. Видимо они опять прошли неудачно, как минимум инсайдеры сообщили, что создатели Аквамена и боссы DC были просто в отчаянии из-за казалось бы бесконечного процесса постпродакшена и опять заниженных результатов тестов, поэтому фильм, что бы вы думали, правильно ушел на пересъемки уже в третий раз. Чего не было кажется еще ни с одной новинкой DC за последних 10 лет. Эти очередные пересъемки конечно же снова стоили много-много денег, так что производственный бюджет затерянного королевства, как говорят аналитики сейчас, вероятнее всего раздулся до четверти миллиарда долларов. При этом промо-компания фильма еще по сути не началась и мы не знаем с какой интенсивностью она будет проходить, но можем предположить, что в рекламу студия вложит не менее сотни миллионов баксов. Итого общие затраты в 350 лямов сумеют в итоге перекрыть сборы в 850-900 миллионов долларов, только после этой отметки кино реально начнет приносить прибыль. Ну и конечно огромный вопрос, а сможет ли Аквамен 2 добежать до такой неслабой цифры? Ведь помимо всего вороха проблем и неразберихи, связанные с его созданием, мы даже не упомянули еще о роли Меры и о том гигантском багаже негатива, который принесет затерянному королевству участие Эмберхёрд. Уверен, в итоге оно будет стоить Ворнерам десятки или даже сотни миллионов недополученных сборов. Так что как ни печально, велик шанс, что новый Аквамен станет плачевным завершением 10-летнего этапа в истории DC. Почему все так, можно говорить долго, но тут главное уже не это, а то смогут ли DC-шники впредь исправить ошибки и выйти на нужную дорожку или нет. Этого мы пока не знаем, но будем следить за ситуацией, так что подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А еще переходите в наш телеграм по ссылке под видео, там новости 24 на 7. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok